привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катера в танке вот и у нас как видите сегодня новый гость вот раньше видео по т25 2 не было но получился но таки неплохой бой я так подумал что вам наверное будет немножко скучно ждать появлением большого объемного гайда пока там я подготовлю наберусь нужного опыта на этой машине потом еще буду вам долго нудно объяснять в ангаре почему это так а почему это и так вот я решил просто покажет показать нормальный бой ну и вкратце рассказать о машине что из себя представляет вот ну и заодно как бы посмотрим тактическую ситуацию на поле боя как видите уже здесь топовая комплектация то есть чем-то под столько отличается да во первых вот эта пушка с дульным тормозом столько пушка на короткая и гладкоствольная это уже нарезная с дульным тормозом вот и у нас в игре пока что это все не введено у нас просто все одно и то же там тупо говорят нарезанные стволы и все больше ничего нету ну неважно это все у нас в игре давным-давно с реализмом не дружат поэтому это даже не стоит и упоминать и вот вот вторая важная такая особенность это вот это вот башня закрытая то есть стоковая башня она открытая как у хеллкета да как у стокового джексона да также и здесь вот то есть топовый джексон же с лагерем 36 стоковая башня открытая топового с таким типа лючком или что они там по придумывали но это все было сделано для того чтобы защитить танка от вот этих всяких попаданий неприятных артиллерийских там авиационных просто забросов гранаты да там подъехал и граната тебе туда есть лови фашист гранат он только не фашист а американец потому что машина скрытым верхом поэтому сделали вот такую штуку что ну хотя бы она конечно не герметичная ну хотя бы гранату туда точно не закинешь вот ну и здесь шатковалка начинается бой как видите мы здесь стоим делаю выстрел наугад ну как видите вот стабилизация в пушке хорошая то есть после движения такой точный выстрел сделать это конечно дорогого стоит если сравнить ссылка этом да в чем здесь преимущество примущество в том что стабилизация стала лучше уж знаете что халкет по нерфи ли жестоком поэтому там со стабилизация дела дрянь вот традиционно хорошие углы вертикальной наводки но машина тяжелая там сорок пять по моему тонн получается в общей сумме и в общем говоря из-за этого из-за того что не самый как бы мощный двигатель здесь то есть то есть 608 по мошадиных сил что-то такое вот его не хватает не хватает и из-за этого машина движется медленно действительно не сказать что прямо совсем медленно но скажем так на уровне такого неспешного среднего танка как вот сказал бы так динамики здесь нету и быть не может зато как бы вот кучность огня неплохая единственное что здесь ведь я игра без досылателя поэтому элементарно мелкие моменты я их не успеваю реализовать вот к в 3 сейчас получил медленно едет еще одно попадание отправляется в ангар топовая пушка и конечно тоже не хватает пробития но пушка такая как у супер пешеного да то есть 170 пробития бронебойными голдой бешеный пробой конечно я сейчас даже покажу вам эти 200 258 пробой голдой здесь так удачно прямо закинул е25 так ему и надо вот и конечно же ухты если видите прямо в орудийную маску попала кстати да единственное место которое держит удар это вот это орудийная маска уж как бы особо ничего не держит удар все все получает все места получают получают по полной только орудийная маска держит удар вот это со всей брони что него есть хотя как бы на фоне других пт-шек там брони стала больше да надо же понимать что эта машина планировалась как бы на сорок пятый год а здесь и вы воевать приходится там с такой техникой порой что диву даешься вот то есть для нее там предельная цель с которой она могла столкнуться это тигр 1 ну кинг тигр и тогда еще тоже как бы кинг тигр и кинг тигр и тогда тоже не рассматривали потому что их все таки немного и было вот поэтому рассматривать нам тигры пантеры да как главные соперники для этих целей она вполне себе годилась в одно есть так разобраться такая по сути смесь хелкета и джексона да только более медленная и почему-то намного более тяжелая но при этом брони как-то не чувствуется я тоже понять не могу за счет чего навесили этот массу все и где делается эта броня если это из-за брони массы прибавилось куда она делается сложно сказать конечно брони явно больше чем хелкета конечно конечно даже ровнять нечего но все-таки ее немного вот вот так вот мы в обороне считай проигранный бой начали затаскивать это было конечно удивительно все-таки победа не чрезвычайно удивительные вот пить и он еще до 48 из горки разогнался но это скажем так общая динамика танка да на самом деле это с не скажем это не динамика это общая скорость танка такая до близкой предельной а сама динамика оставляет желать лучшего то есть что это имеется в виду имеется в виду то что тот момент с какой скоростью до попадания не пробил с какой скоростью набирается собственно говоря набирает разгон танк вот в частности тоже не только это ну и вот этот момент он чрезвычайно важный для таких машин которых брони нету для выживания чрезвычайно важны ну тем не менее видите как бы я же верю на уровне среднего танка идет то есть 28 километров по прямой 20 горку нормально играть можно как бы не самая медленная пт особенности поиграть на т28 ну так вообще прям чувствуешь себя шумахером скорость просто зашкаливает ну и как видите остается здесь у нас последний противник это артиллерия вражеская он тут я так выкатываюсь где же он где же он где же он где же он вот же он и прячусь за танком подбитым делаю на попадание ерзаю этот союзник говорится не примену воспользоваться возможностью и добрать нами честно заработанный фраг ну и ладно пусть забирает вот так она выглядит эта машина ну скажу так не самая сложная машина в прокачке не самое сложное сложно выводить ее в топ не комфортно и комфортном шестоковая пушка там касая снаряды в землю летят часто голдой приходится стрелять и медлительный танк без топового двигателя совсем медлительный вот ну довольно быстро выводится в топ поэтому как бы ваши мучения будут недолгими а дальше в топе уже более менее грабельная машина вот и вполне себе можно на ней вспоминать свой опыт игры на хелкетах на м36 и спокойно даже на м10 и спокойно его подстраивать под эту технику единственное что я говорю что все таки из-за того что здесь уже огромный разброс идет по уровню брони чем стоит который мы раньше сталкивались поэтому часто будет придется будет придется нам ящика это будет вам требоваться голда поэтому есть такой нюанс ну это опять же не далеко не всегда потому что далеко не всегда мы попадаем самый низ список вот ну это на все если вам понравилось ставим лайки подписываемся на канал и на встреч пока